Коммунальный патруль Бездорожные дороги. Как привлечь внимание дорожников? 38 попугаев и 19 лет ожиданий. Почему дети из Бийска выстраиваются в очередь, чтобы поиграть на детской площадке? Одна из тем, о которой мы говорили в наших прошлых выпусках, получила продолжение. Речь идет про не совсем обычный пешеходный переход. Он появился на одной из улиц Барнаула. Но вот все дело в мусорке по соседству, в которой вел этот самый переход. Площадку к радости местных жителей зачистили от гор ТБО. Смотрим историю со счастливым финалом. Здесь появились новые знаки и новая разметка. Получается, если точно следовать правилам дорожного движения, то путь с одной стороны на другую заканчивался банальной помойкой. Горожане в шутку назвали этот пешеходный переход. На пересечении переулка Трудового и улицы Песчаной путь в никуда. В итоге эта история стала своеобразным сериалом. Главные роли сыграли сами коммунальщики. Пожалуйста, я бы не смогла. У меня свой частный дом. Я живу в поселке авиаторов. У меня такого нет. Ну, небольшая территория, словно шрапнелью, была усеяной бытовым мусором. Установленный контейнер оказался заполнен под завязку. Вокруг все те же завалы, которые все те же коммунальщики почему-то не торопились разгребать. Показали, рассказали. Смотрим изменения. Контейнер пуст, пусто. И в округе от него, главное, появилась возможность добраться до железного ящика и перейти дорогу. Не надо грязи. Один из районов Барнаула буквально утонул в грязи. В принципе, ничего удивительного. Обычное дело в российских ториалях. Но другое дело, что небольшая территория, единственная дорога для местных жителей, по которой они ежедневно ходят и проезжают до финальной точки маршрута. Езда по этой дороге словно аттракцион для водителей. Глубина и ширина ям десятки сантиметров. Сейчас полотно выглядит, как после бомбардировки. Это дорога на улице коллективная. Правда, дорогой-то в полной мере ее назвать сложно. Скорее, говорят, местные, какое-то направление для спасения нервов. А заодно и машин здесь все средства хороши. Видимо, решили шоферы, выбоины, принялись засыпать строительным мусором. Другие опубликовали снимки улицы в глобальной сети, уверяют. Может, после этого на эту проблему чиновники обратят внимание. Ужасно, конечно. Это не дорога. А что это? Вот так название. Направление? Как сказать? Я не буду говорить. Алгоритм действий в таких случаях несложный, говорит наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь. Сначала жителям нужно обратиться к местным чиновникам. Жителям ближайших домов необходимо обратиться в отдел КЖКХ районной администрации с письменным заявлением. Получив именно отметку на заявлении, у них будет потом доказательство о том, что они действительно обращались уже в администрацию. И в случае бездействия администрации, возможно, будет привлечь виновных лиц к ответственности. В обычном порядке администрация после поступления такого заявления обращается в администрацию уже города, где решают вопрос о проведении ремонтных работ. В случае бездействия должностных лиц или отсутствия ответов, необходимо обратиться в прокуратуру. Позитивная новость пришла из Наукограда. Там открыли детскую площадку. Правда, ее пришлось немного подождать. Всего-то 19 лет. Вот только вдумайтесь, 19 лет? Сейчас от желающих поиграть на ней нет отбоя. Впрочем, еще бы площадка новая и современная. Дети довольны. А это ведь, ну, самое главное, согласитесь. Вот и праздник во дворе. Праздник в честь того, что во дворе дома теперь есть свои 38 попугаев. Так маленькие жители этой девятиэтажки назвали свою новенькую детскую площадку, построенную на средства городского гранта. Об этом событии уже и легенды по микрорайону ходят. Мол, собственникам удалось документы чуть ли не за один день оформить. На самом деле, да, спасибо огромное, хочется сказать и председателю домового комитета Марине. Очень быстро все сделали, очень быстро нашли, получается, подрядную организацию, которая занималась поставкой игрового оборудования. Сделали быстро проект, поэтому все в кратчайшие сроки, все удалось все быстро сделать. Ну вот почаще бы таких позитивных новостей. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции Барнули прежний, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или если у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите.